Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Это небольшой, буквально, зарисовочка сюжетик. Невозможно просто идти дальше. Хочется сразу поделиться информацией. Прежде чем делать... Готовишься к какому-то большому фильму, собираешь материал. Параллельно идёт масса другой информации. Очень многие люди пишут, много комментариев под фильмами. И вот сегодня, проверяя комментарии, читаю один из них, напишет, что Галина, значит, один автор, он критикует ваши работы по поводу войны 12-го года и так далее, дают ссылку. Я не буду называть ни автора, ничего. Мне, в принципе, сильно не интересно. Пускай критикуют, если кому-то... Дело не в этом. Дело в том, что я у этого автора увидела интересную фотографию медали Наполеона Бонапарта, которые были изготовлены заранее для награждения будущих, как он считал, победах на Средней Волге. То есть после победы над Москвой он собирался идти на Волгу. И были изготовлены такие медали. И вот моё внимание привлёк рисунок на одной стороне медали, где показана, наверное, Волга, раз это с Волгой связано, и из воды. Там мужчина обнажённый, какие-то камыши. Из воды выглядывает голова интересного животного. Похоже то ли на крокодила, но даже, может быть, не на крокодила, а больше на какое-то земноводное, огромное, большое животное, может быть, даже на аллигатора. И в связи с этим у меня возникает вопрос. Что такое происходит? Мы же знаем, что таких животных на Волге не водится. Ни на Средней, ни на Нижней Волге, ближе к югу, где жара, где тепло. То есть такие крупные животные, они обычно в жарких каких-то клемматах водятся. И вдруг вот на медали. На медали обычно даётся изображение чего-то очень узнаваемого, чего-то очень знакомого, само собой разумеющегося. И в связи с этим возникает вопрос, что это за мордочка такая животного. Я стала искать в интернете более лучшего качества, чтобы разглядеть. Не нашла. Везде цитируется одна и та же фотография, очень плохого качества. И вот только у Елены Ветровой ВКонтакте я нашла хорошего качества эту фотографию. Это говорит о чём? Вот если мы рассматриваем, это говорит о том, что, возможно, был всё-таки другой клеммат ещё во времена Наполеона. Вот если верить официальной истории, официальным датировкам. Я эту зарисовку для вас сделала как вопрос, чтобы мы это всё тоже пообсуждали. Если эта медаль действительно существовала, если это не подделка, более поздняя, то надо изучать этот вопрос. Да, что в интернете есть на эту тему? Когда-то эта тема у нас уже обсуждалась в группе, в моей в том числе группе, как фейк. Потому что вот есть такая книга 1938 года, которая является перепечаткой. И что это? Ну, фотошоп. Есть такая статья. «Ведь ловили крокодилов на Волге». Сейчас мы её посмотрим. Вот как раз эта книга, которая обсуждалась. Как фейк. Как фотошоп. Ну, вот данная статья, она нам говорит, что это как бы снято вот с другой книги. Что крокодилы водились. Крокодилы в средневековой Руси. Летописи о крокодилах. Коркодила. Коркодилах. Возвращаются легенды о том, что в реке Великой жили крокодилы. Русские летописи о крокодилах. А ещё о крокодилах. Ну, и ещё есть такой момент, когда я делала фильм по Пскову, то один человек, который меня троллил, в группе написал, в другой группе написал, как раз, ну, я прочла этот комментарий о том, что, да, он хвастал тем, что он меня хорошо потроллил по поводу Пскова, по поводу моих выводов по Пскову. И то, что он не сказал, что в Пскове в 16 веке были боевые крокодилы, например. Никто его не поддержал, но вот такая фраза проскочила, я её запомнила. Так что, возможно, всё не так-то уж и просто. Возможно, что если климат был другой, а мы уже по многим зданиям, которые сохранились, мы понимаем, что они не отапливались, они не приспособлены для холодного климата. Многие храмы именно, которые сохранились. Что климат был другой, мы об этом знаем. Только вопрос, когда он именно изменился. И если климат был другим, то, собственно говоря, и основание для того, что в реках могли водиться какие-то животные по типу крокодилов, и совсем это было недавно, собственно говоря, как и мамонты тоже могли быть совсем недавно. Это уже не такая уж большая фантастика. Давайте вместе искать надёжные источники, проверять всё. И даже если будет очень много фейковых каких-то вещей, то сквозь плевело мы всё-таки зёрна отыщем. Вместе всем миром. Хорошо бы, если бы к этой работе подключились альтернативные археологи, потому что если здесь вводилась такая флора и фауна была, жарких южных климатов, африканских климатов, саванны такой, то должны оставаться скелеты этих животных. По крайней мере, скелеты крокодилов должны находить археологи, но они помалкивают. Они помалкивают, потому что им велено помалкивать. Это ещё говорит о том, что изменение климата, а мы уже неопровержимые многие доказательства нашли, что климат поменялся и поменялся не так давно. Археологи точно так же в сговоре с историками получается. Поэтому нам нужны честные археологи и честные историки, которые, может быть, даже инкогнитно, но как-то будут передавать информацию о находках археологических, потому что скелеты таких животных должны быть на нашей земле. Ну, пока всё. На этом заканчиваю и перехожу к работе над большим фильмом, которые меня ждут. Подписывайтесь на мой канал, с вами была Галина Конышева. Всех вам благ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!